Привет, друзья! Вы на канале Монетамания, канал о том, как заработать на монетах. И сегодня в выпуске вы увидите 1 гривну, которая была продана за 29 тысяч гривен. Да, вам не послышалось, эта монета стоит этих денег. Если вам интересно почему, продолжайте смотреть. Перед началом ролика попрошу вас подписаться на этот канал, если вы хотите узнавать о новых дорогих монетах Украины и не только, обязательно подпишитесь. Ну что, поехали! Данная монета является пробной монетой Украины. Вы знаете, что данные монеты у нас разрабатывались и производились на Луганском станкостроительном заводе. И только после 1997 года производство переехало в Киев. В данном случае это пробная монета, на которой гурт 1994 года. В те годы тестировали разные форматы накатки, форматы плашек. В данном случае были и 1992 года, и 1994, и 1995 вот такие вот гурты. Это очень уникальные фотографии. Благодарю коллекционера, который поделился со мной данными фотографиями. И монетки такого уровня стоят от 1000 долларов. Да, существует монета 1 гривна 1992 года. Она сама по себе очень редкая и интересная. Они бывают и с гуртами, и без гуртов. Но в данном случае эти монетки считаются пробными, так как на них обкатывался формат чеканки гуртов. Почему так происходило? И почему менялись постоянно форматы гурчения, такие гурты? Потому что портились постоянно плашки. И через время, видите, качество самих гуртов, людям было просто-напросто не видно эти гурты. Поэтому искали способы, как улучшить. И, кстати, такой вариант был найден. Гурт сделали более крупным, и вместо трех точек появилась одна точка, как вы сейчас видите на фотографии. Что можно еще сказать про эту монету? Тиражи, конечно, очень-очень маленькие. Но самый интересный момент в том, что эта монета была найдена в обращении. Действительно, такие монетки попадали в те времена. Их каким-то образом брали, тратили. Потому что безопасность на заводе, на Луганском танкостроительном заводе, была не очень качественная. Не такая, как сейчас в Национальном банке. И такие монетки, видимо, попадали в оборот. Или случайно, или специально тратились, соответственно, в магазинах. Друзья, эта монета очень интересная. Но я считаю, что важно в коллекцию брать монетки, конечно, в идеальном состоянии. Поэтому, как видите, она ушла на торгах, на электронных торгах. Но в целом, если у вас есть монеты 95-го года, 96-го или 92-го, обязательно предложите мне в Инстаграм. Я посмотрю и буду готов купить у вас эту монету очень дорого для себя в коллекцию. Или, возможно, на обмен другим коллекционерам. Спасибо, что посмотрели данный видеоролик. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на такого уровня монету. И до новых встреч. Всем пока.